Люди, которые чтут своего Бога Друзья, мы очень рады поприветствовать вас из замечательной земли, на которой мы сейчас находимся. Мы в Африке. Страна Конго и город Гома. Исторический город, в котором происходила масса различных событий. Я так благодарен Богу за то, что нам дал замечательную возможность с прекрасными людьми, помазанными людьми, находиться здесь и служить этим людям, которые прошли непростую и проживают непростую жизнь. Но мы знаем, что есть одна жизнь, которая счастлива в Иисусе Христе, которая является путь, истина и жизнь. И мы ради этого здесь. Это передача «Деяния». Я Андрей Шаповал. Очень рад поприветствовать вас. И со мной замечательный человек. Это пастырь, евангелист, доктор Виктор Каратеев. Просто спасибо огромное. Я очень благодарен за то, что мы можем быть вместе, Виктор. Взаимно. И это на самом деле. Ну, не просто лезь, это искренне, потому что для меня это ценно. Вообще то, что мы дружим. То, что Бог нас свел. И мы могли вместе поехать на эту землю и проводить здесь эти служения. У нас очень будет замечательная передача, друзья. Очень интересная, потому что столько событий происходило за это время, что, наверное, нам не хватит даже этого эфира. Как во время Иисуса, не правда ли? Книгам невозможно описать. Вот. Давай начнем сначала. Виктор, вот я здесь впервые. Вот в этом местности, в этой местности. Центральная Африка. Очень интересное место. Вот. Но вы здесь уже долгое время трудитесь. И вообще, миссия ваша, которая осуществляет колоссальную работу, миссия Restoration Heart. Я думаю, что многие знакомы с этой миссией. С чего все начиналось? Вот как вот Бог, как ты вошел в призвание? Как тебя Бог призвал? Во-первых, мне кажется, когда мы молимся о чем-то Богу, мы иногда даже не думаем, что Бог серьезно слышит наши молитвы. К этому относятся. Совершенно верно. И мне было 6 лет. Я молился, мечтал быть миссионером-евангелистом, хотя в России это было вообще невозможно. И вдруг Бог открывает мне возможность работать в американской миссии Gospel to all nations, у зятя Бонки. Это был зять Бонки? Это было зять Бонки. А что он делает ту же самую работу, что Бонки или как? Да. Да. Мы делаем евангелиционные крусейды вокруг земного шара, и в частности в Африке. Вот он первый открыл для меня, как говорится, Африку. Все мечтали еще в Советском Союзе быть поближе к Бонке. Совершенно верно. Вот я вот это... Вот удалось, получилось. Я думаю, что это милость Божья. Аминь. Вот с этого и началось. И это был и есть человек Божий, который не боится и не боялся вкладывать в новых лидеров, поднимать, за что его ценю и уважаю. И вот он первый дал для меня большую платформу проповедовать тысячам людей. И потом, когда мы сделали с Божьей помощью свою миссию Restoration of Hearts, остались контакты, остались связи. И сейчас вот мы проповедуем в Евангелие. То есть ты видишь, это полное Божье провидение, да? То есть вот в этом путь Божий? Безусловно. Я верю, что, во-первых, есть призвание, есть Божие помазание на этом, Божье участие, и в последних, что Бог отвечает на наши молитвы. Да. И сколько лет уже существует эта миссия? Миссия Restoration of Hearts существует где-то 8 лет. Но я являюсь руководителем буквально где-то 5 лет. 5 лет, да? То есть и так чисто, может кому-то интересно, в каких странах вы работаете, что за функцию именно проводит эта миссия? Бог дал привилегию мне быть в более 30 странах мира. Это тоже честь и привилегия. И мы проводим не только евангелизационные крусейды, но компании. Почему я их называю компанией? Потому что, ну, как ты заметил, то есть это не просто крусейд, не просто тысячи или сотни людей, это целая система. То есть мы стараемся быть благословением, как говорят американцы, as much as possible, насколько мы сможем это сделать. То есть там мы проводим евангелизационные большие собрания, как мы проводили с тобой в Конго, Африка. В это же самое время мы проводим семинары для пастырей, для служителей, для лидеров церквей. Обычно в это же самое время мы проводим семинары для работников с детьми. Особенно в африканских странах, как ты заметил, то есть это очень важно. Очень много детей, и они без присмотра. В-четвертых, иногда мы проводим семинары для лидеров городов, для бизнесов, для что-то другого. Также параллельно мы стараемся помочь людям. Вдовам, нищим, детским домам, больницам. То есть когда мы приезжаем, мы приезжаем с командой, и вот за короткое время мы стараемся послужить во всех сферах. Да, да. Самое яркое чудо за этих последних пять лет? Ну, обычно евангелисты отвечают, конечно же, это вот спасение душ. Ну, к этому привыкли уже. Часто мы говорим, люди спасаются, а вот то, что тебя, вот есть такой яркий момент, который просто тебя впечатлил? Есть, Андрей. И я, кстати, ни в одном служении об этом не слышал, поэтому я с удовольствием поделюсь. Пожалуйста. Это служение было в городе Павлограде, если не ошибаюсь, Украина. Мы проводили евангелизацию. На сцену вышел мальчик, цыган. У него болели все зубы. Все зубы были кривые, грязные, и, извините меня, торчали в разные стороны. То есть я видел, как люди с колясок встают, как слепые видят, глухие слышат. Такого чуда я нигде ни у кого не видел и не слышал. Мы стали молиться за него, и его зубы начали трещать. Вся челюсть начала трещать. Он открыл рот. Каждый зубок прямой, ровный, как у голливудской звезды. Серьезно? Серьезно. То есть это было на глазах? Это было на глазах. Это было явно в городе Павлоград, Украина. То есть есть люди, которые были там, свидетели этого человека? Совершенно верно. Почему я так говорю? Потому что вот многие, сейчас такое вообще впечатление у людей, вот сидят там дома, где-то у телевизора, и рассказывают, да не может такого быть, да это не Бог. И такое прям предвзятое отношение к чудесам, к исцелениям. Но мы явно видим, даже здесь, где мы находимся, на этой земле, даже в этой поездке, о которой мы сейчас будем говорить, есть масса явного проявления Божьей силы, где Бог не изменился, творит эти чудеса. Андрей, мне нравится название твоей программы «Деяния». Потому что Бог, дорогие телезрители, действительно, Он продолжает творить чудеса, Он продолжает царствовать, спасать людей, крестить Духом Святым. Наш Бог, Он остается Богом на троне. Да, одна из как бы, ну, видений, вот почему Бог так сильный. Я в молитве получил это название для передачи. Почему? Потому что мы говорим не о своих действиях. Мы здесь не просто презентуем себя, мы здесь не просто рассказываем, какие мы здесь хорошие, как мы здесь делаем. Деяние – это действие Бога, которое слава принадлежит только Ему. И мы вот именно через эту передачу, да, хотим прославить Его. Виктор, мы сейчас находимся в уникальном месте. Уже заканчивается наша поездка. Мы сегодня ночью улетаем домой. Но мы еще в Африке. Мы еще здесь. Хотя душой и сердцем с нашими семьями дома. Хотим возвращаться, да. Виктор, что за место, в которой мы находимся? Хотя бы в нескольких словах. Я думаю, что многим интересно. Я думаю, если вы, дорогие, следите за историей, если вы следите за новостями, то город Гома – это город огромнейший, потрясающий, как плохой, так и хорошей историей. Плохая история заключается в том, что на протяжении практически 20 лет здесь была война, здесь были ужасы, агония. Плюс того, в это же самое время было сильное землетрясение. И лавой затопило или заполнило практически весь город. В 2001 году последний раз, да? Если я не ошибаюсь, в 2001 году они потрясение получили именно из-за лавы. И если вы следите за историей, то огромная банда или группировка или огромное племя под названием М-23 в течение несколького времени, некоторого времени контролировала этот город. Андрей, это было ужаснейшее время. Мы с тобой же общались, разговаривали с людьми. Это было настолько ужас, 90% женщин, они пережили унижение, изнасилованы от других мужчин. И плюс того, на глазах у своих детей. Дорогие, представляете, какой ужас? 90% мы здесь встречались с женщинами, которые были изнасилованными разными мужчинами. Одна говорила, за один день восьми. Восемь мужчин. Восемь мужчин. Ужасно. Ужас, разочарование, тупик, слезы. И вот почему Бог побудил нас приехать в этот город, принести им Евангелие, свет, мир, спасение. И мы не просто сейчас как бы сгущаем краски. Мы даже, наверное, занижаем процент того, что здесь происходит. На самом деле, место ужасное. Ужасное. по той причине, что мы свидетели, когда дети, дети, которые, мать, к примеру, родила десятерых детей, и пацаны подросли немного, убили сами свою мать. Убили. Мы встречались с этими ребятами, которые героически ходят по лагерю беженцев здесь и с палками. И они сегодня герои в глазах этих детей, потому что они замочили свою мать собственными руками. И потому что на их глазах, на глазах детей были изнасилованы родители. На глазах, наверное, родителей изнасилованы дети. Мы встречаем женщину и мы спрашиваем, она работает, помнишь, эта женщина, которая работает с женщинами изнасилованными. И она подтвердила, мы говорим, правда ли то, что здесь говорят, что 90% изнасилованы были женщины. Она говорит, да, это правда. Потому, друзья, мы понемножку сейчас будем говорить, но это место очень непростое. И у многих пастырей, даже я лично сам спрашивал, у профессора спрашивал, у пископов здесь спрашивал, они говорят, что здесь американцы практически не бывают. Не только американцы, вообще здесь очень мало миссионеров. Хотя организация ООН по-русски или ЮН по-американски, они стараются помочь людям, как-то поддерживать порядок, может быть, заводится какое-то количество продовольствия. Ну, 20 лет войны. Кто хочет рисковать приехать в эту страну даже ради пропады Евангелия? Да. Город, мне же вообще впечатляет. Дорог здесь, не то, что дорог нет, а даже, не знаю, как это назвать. Вот, даже если просто въезжаешь в город, и реально разруха. Дома разрушены, вся местность разрушена, нищета, да страшная, ну, я не знаю, что ты видел в других странах, вот здесь, в Африке, но я в шоке от того, что я здесь вижу. Ну, это одно. А второе, я хотел бы сказать, Андрей, ну, ты сам видел, мы видели жажду. Да. И что интересно, жажда не только у людей принимать Евангелие, но жажда, которая была у служителей, у лидеров, у пастырей. Дорогие, на семинарах, которые мы проводили, было где-то 400 служителей, лидеров с разных церквей. И даже конфессии. И конфессии. Не только динаминации, а конфессии. Епископы, а лидеры разных динаминаций, они пришли, где-то около 400 человек, они внимали Евангелие, но как они внимали, вот это уже как бы второй вопрос. Я после семинаров подошел к одному епископу, он говорит, Виктор, знаешь, что мы сейчас делаем? Мы записываем, печатаем каждое слово, которое пастор Андрей Шиповал сказал, Павел Голосинский, ты, мы печатаем, мы размножим, мы раздадим в каждую церковь, то видео, которое мы сделали, мы распространим в каждую церковь. Аудио. Для нас это было, говорит, такое огромнейшее благословение. Мы хотим не пропустить ни одно слово. Вау. Но меня сильно впечатлило. Если честно, Виктор, я был впечатлен особенно от всего, но если мы сейчас говорим в контексте для пасторов, то, что проходило, уникально. Я потому что, особенно, когда приезжаешь где-то, проводишь семинары для пасторов, иногда очень большие дяди, которые считают ненужным для себя здесь находиться. Здесь находились доктора теологических наук, профессора, здесь находились епископа, но у них очень много апостолов, пастырей, и, скажем, вот эти все люди, зал забитый, реально забитый, там было не менее 400 пастыров из разных городов, конфессий, терминаций, но они все сидели с блокнотами, с ручками, они писали три дня. Ну, я думал, ну, первый день, знаешь, ну, первый день здесь, халлилюя, второй день приходим, еще больше, третий приходим, еще лучше. Вообще, концов, концовка, концовка, настолько мощная. Особенно мне понравилось. Дорогие, как бы я хотел, чтобы каждый из вас мог хотя бы раз поехать на миссию и увидеть, что Бог делает вокруг земного шара. Концовка конференции это была вообще уникальна. Андрей, пастор Андрей Шиповал вместе с нами была, ну, извините меня за выражение, звезда христианского музыкального мира Африки. Другие музыканты и певцы пели песню «Великий Бог» на разных языках. На русском, на испанском, на французском, на свагиле, на английском. Тут звучала мелодия, все поклонялись Богу. Присутствие Божье было просто необыкновенно и уникальное. А концовка была взрыв. Супер. Вот. Ну, что удалось вот нам, ну, Богу через нас, не в похвалу нам, но вот именно для многих, что здесь происходило все эти дни, вот, что Бог помог нам осуществить вот в разных направлениях в компании. Вот. Как ты оцениваешь это все? Ну, вообще, самая главная оценка пусть делает Бог, вот, насколько можно оценить человеческими глазами. Я вижу в этом Божий успех. Во-первых, на евангелизациях каялись сотни людей. Бог, очевидно, простирал свою руку для явления чудес и знамений. То есть, мы видели, как Бог марширует. Он Бог. Он иногда делает так, как ему угодно. Возможно, не всегда, как мы ожидаем, но он Бог. А пастора тоже, я считаю, хорошо были подготовлены как души попечителя. Каждому человеку, который каялся, принимал Иисуса Христа как личного спасителя, подходили консультанты, записывали имена, телефоны, адреса, звонили им, потом на следующий день посещали их дома. Дорогие, я был на служении в одной церкви, пастор Андрей также был в другой церкви вот в воскресенье. И пастор спросил, это была только одна из церквей, с нами сотрудничало множество церквей. Кто из вас первый раз пришел в нашу церковь и вы покаялись на евангелизации, на Круссейде? Где-то 60 человек подняли свои руки. Представляете, это только одна из церквей, с нами было десятки церквей. Я верю, что каждая из церквей получила прирост. Да, да. Разве это не замечательно? Это было на самом деле, это правда. Вообще очень супер. И явные свидетельства людей. И это одна сторона. Второе, то, что Бог помог вот эту конференцию для пасторов, что я верю, сильнейший фундамент был заложен или семя посеяно. Все эти пастора, они настолько зовут обратно, просят приедьте обратно. Я понимаю, что мы здесь в первый раз. Мы в первый раз. И для первого раза, я считаю, что было сделано колоссально. И второе, третье, что сильно всех потрясло, это то, что здесь дорогие три лагеря, рефюджи, это беженцы. И в каждом лагере до 10 тысяч людей. Вы представляете? Это голодные, покалеченные, изуродованные судьбы. Дети, родители. Здесь такой случай был. Один из наших, с команды, проезжая, вот так кидает малому конфету. Бросает. Малой стоит просто никакой. Оборванный весь. Грязный. Голодный. Он бросается на конфету. Мать подлетает сзади. Или мать, какая-то женщина, подбегает сзади. Хватает его. Они начинают, буквально, около минуты драться прям. Она его настолько сильно бьет, бросает на землю. Малыш падает на землю. На глазах у всех. Падает на землю. И она его бьет. Хватает эту конфету, разворачивает, сунет себе в рот. И старшая девочка подбежала, взяла на руки вот этого малыша и просто понесла его из этого места. Друзья, реально сказать, сердце разрывается на куски. Многие с нами здесь тоже, же пастыря, которые находятся, вот они не могли отойти. Просто не могли отойти от того, что они увидели. Я до сих пор не могу отойти, Андрей. До сих пор. Это страшная ситуация, где там дети, во-первых, там тысячи, тысячи, тысячи детей, покалеченные все полностью. Их бьют палками. Настолько бьют сильно палками. Покалеченные. Как они до крови разрывали, они до крови просто рвали все. Там нашим братьям пришлось открывать рот и по одному засовывать конфету, потому что вырывали со рта с кровью эти конфеты. Друзья, это жуть. Это жуть. Да, плюс того, члены нашей команды имели привилегию посетить вдов. Женщин, которые пережили ужасы. Я не знаю, тысячи паунтов, зерна, бобов были доставлены им. Один из тоже членов нашей команды, Дэниел, он говорит, я говорю, даю одному мальчику конфеты, а он мне тянет ручки, возьми меня на руки. И он говорит, я был, говорит, шокирован. То есть, настолько люди нуждаются в любви. Я говорю, я его обнял, и для этого голодного, оборванного мальчика от выражения любви это было все. Он просто растаял. Нет слов. Ферьезно, друзья, нет слов. И выразить невозможно, потому что это не наигранно. Это мы переполнены эмоционально и сами немножко отходим от всего, то, что происходило здесь. Но уникальный здесь случай был, Виктор, один из пасторов, который с нами здесь. Это была уникальная история. В истории здесь, в Африке, в этой местности они такого не видели никогда. Мы в воскресенье пошли все в разные церкви, все в разные церкви служили. И один из пасторов, он, когда он начал проповедовать, он взял ведро с водой, взял тряпку, и он подошел к пастырю церкви. Он опустился на колени и он начал омывать ему ноги. Как все взорвались. Эти африканцы, они кричали, они орали. Там такое поднялось. Они не могли поверить. Белый человек, пастырь, опускается на колени, начинает омывать пастырю ноги. Божье присутствие настолько сильно захватило то место. Они такого никогда не видели. Я скажу честно, но ради этого стоит поехать. Безусловно. Оставить все и просто быть здесь. Просто невозможно выразить. Я еще хотел бы сказать, дорогие, есть огромный парадокс в мире. 78% населения земного шара слышали о таком напитке, как Кока-Кола. Одно третье населения земного шара, они ни разу в жизни не слышали об имени Иисуса Христа. Они не слышали об имени, который спас вас и меня. Не кажется это несправедливо? Это несправедливо. То есть напиток Кока-Кола гораздо более известен, чем наш Иисус Христос. Я думаю, мы должны поменять что-то, сделать что-то вместе с Божьей помощью и донести Евангелие тем людям, которые действительно погибают в грехах, в болезнях, в нищете и в своих проблемах. Я даже вот здесь в Африке получаю информацию имейл и многие люди с таким как бы прям пренебрежением ну как бы да там вам деньги жертвуют, а что вы должны работать на свои деньги. Короче, одним словом, я просто думаю, бедные люди, Виктор, которые будут нести ответственность перед Богом за каждое свое слово. Почему-то говорю, потому что я хочу, чтобы мы поблагодарили людей, которые может вы не с нами здесь, но вы жертвовали свои финансы, вы жертвовали молитвы свои, вы стояли за то, чтобы мы могли здесь в этой непростой стране проповедовать Евангелие, потому что здесь страх и немногие приезжают сюда со словом. И то, что нам Бог дал возможность, я считаю, это огромная привилегия, честь. И благодарю всех людей, которые поддерживают, которые верят, верят в то, что мы делаем и видят, мы хотим быть на максимально прозрачны, открыты и честны с вами, потому что Бог делает свою работу через вас и даже когда вас нету, вы можете сеять в нас, чтобы через нас вы могли достигать тех людей, объединившись вместе, мы могли принести его царство вот в эту местность. И плюс того, дорогие, когда вы попадете на небо, не удивитесь и не удивляйтесь, когда кто-то к вам придет из Африки и скажет, спасибо, дорогой, спасибо, дорогая, за твои молитвы, за твои средства, благодаря тому, что вы вложили, мы услышали об имени Иисуса Христа, благодаря тому, что из-за того, что вы вложили, мы были одеты, обуты, обучены. Спасибо вам, дорогие, и я верю, что самую большую награду мы получим только на небесах от нашего Творца, которому мы с вами служим. Виктор, спасибо. Спасибо вам, вообще всей миссии, вам, что вы пригласили нас. Андрей, была честь и всегда честь. Серьезно, очень рад, очень рад и искренне пред всеми благодарю и рад, что мы могли послужить вместе, очень рад. Слава Иисусу. Я надеюсь, что это не последний раз. Уже много планов, уже много следующих мыслей, что делать дальше. Дорогие, это программа Деяния, и мы сегодня делимся о славе Божьей. Будем продолжать, продолжать вместе с вами, продолжать эту книгу Деяния. Она будет до пришествия Иисуса Христа. Всю славу мы отдаем Богу, всю честь мы отдаем нашему Иисусу, который достоин всей хвалы, и только Он один. До встречи, дорогие. Благодаря тем людям, которые щедро сеют свои финансы, эти передачи и эти проповеди выходят регулярно в эфир. Дорогие, если это благословляет вас, мы нуждаемся в вашей поддержке, мы нуждаемся в вашем пожертвовании. Если вы еще не стали частью этого служения, я молюсь о том, чтобы Бог расположил ваше сердце, и вы могли поддержать нас. Жатвы очень много, а делателей мало. Давайте станем делателем. Мы верим, что вы получили благословение от нашей передачи. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддержать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт www.ffministry.com. Ваши щедрые поддерживания помогут нам продолжать вещать эти передачи в вашем регионе. И помните, Бог очень сильно любит вас. Служение Flame of Fire верит, что ваши десятины принадлежат поместной церкви, а ваши пожертвования помогают нам распространять Евангелие Царства во многие страны. Спасибо, что смотрели передачу с Андреем Шаповал. Мы молимся о вас, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни, чтобы Божье благоволение сопровождало все ваши пути, и его мир царствовал в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова